Всем привет! Я очень рада очередной раз приветствовать вас на своем YouTube-канале. И сегодня мне бы хотелось дорассказать вам о тех своих новинках по уходу за кожей лица, которые я приобрела в своей зимней поездке по Соединенным Штатам Америки. О части продуктов я вам уже рассказала в нескольких видео. Ссылочки я обязательно оставлю. А сегодня мне бы хотелось рассказать об оставшейся части. За то время, которое прошло, я успела все эти продукты активно распробовать, протестировать. И сейчас я постараюсь достаточно коротко вам о них рассказать. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Впереди еще очень-очень много интересного. Итак, первый продукт, о котором бы мне хотелось рассказать. Продукт, о котором я наслышана уже очень-очень давно, но и который я жадно, страстно просто желала попробовать и протестировать. Это вот такое вот средство от марки E-Florum. Я думаю, что все бьюти-колики, все бьюти-маньяки мира знают об этом средстве. Это одно из лучших средств для снятия макияжа на данный момент. Средство, сразу могу сказать, не дешевое. Оно выпускается в нескольких объемах. Вот в моем случае это объем 50 миллилитров, также это средство есть в объеме 100 миллилитров точно. И, по-моему, оно есть даже в объеме 150 или 200 миллилитров. Здесь вот могу ошибаться. Собственно, само средство состоит из вот такой вот баночки с волшебным составом и из вот такой вот муслиновой салфеточки на тканевой основе, которая предназначена для того, чтобы этот состав с остатками макияжа и с остатками загрязнения с вашего лица смывать. Итак, как я уже сказала, вот она заветная баночка от марки E-Florum. Сейчас мы с вами ее открываем. Внутри такая вот защитная крышечка. И, собственно, вот он, тот самый замечательный состав. Он достаточно густой. Он очень-очень приятно пахнет. Запах такой немножечко лекарственный. С различными травками. Вы знаете, меня совершенно не раздражает. Мне очень-очень нравится. Так вот, надо набрать небольшое количество данного средства на ваши пальчики. Можно его отсюда доставать с помощью лопаточки. Я, в принципе, просто достаю аккуратно пальчиком. Руки у меня всегда чистые. Использую я его только для себя. Соответственно, то количество данного состава, данного клинцера от марки E-Florum, который мы взяли, мы распределяем между пальчиков. Он становится такой вот более маслянистый. И потом мы массажными движениями данный состав распределяем по всему нашему лицу. Он растворяет остатки макияжа, он растворяет остатки загрязнения. И мы всё это тщательно-тщательно массируем. По инструкции, соответственно, потом вы мочите водой вот эту вот муслиновую салфеточку. Прикладываете на своё лицо несколько раз сначала намоченную горячей водой, чтобы все поры раскрыть. И потом уже после того, как вы смыли данный состав водой, а при соприкосновении с водой он превратится в пену, собственно, как гидрофильное масло. Данное средство является неким аналогом гидрофильного масла. И в конце, в завершении, по инструкции, опять же, вы смачиваете данную муслиновую салфетку холодной водой и уже накладываете на своё лицо для того, чтобы протонизировать вашу кожу и для того, чтобы закрыть все те поры, которые были открыты во время очищения. О данном средстве я также узнала из блога моей любимой Lizzy Eldridge. Она использует данное средство даже не столько для непосредственно снятия макияжа, сколько для специального ежевечернего массажа, который она делает своему лицу. Собственно, это её личный мануальный массаж, её личная методика, о которой она достаточно подробно рассказывает на своём YouTube-канале. И нанося данное средство с очень жирной консистенцией, с большим количеством различных масел питательных, она одновременно делает процедуру и маски, и одновременно делает процедуру массажа. И, собственно, данный клинсер, он является той базой, с помощью которой Лиза и делает себе массаж. Я, честно говоря, как таковой специальный массаж для своего лица не делаю. Пока что, наверное, в какой-то момент я к этому приду, но, честно говоря, пока что мне немножечко лень, могу честно признаться, поэтому как таковым массажем я пренебрегаю. И, честно говоря, как таковой первый слой своей косметики я тоже с помощью данного средства не смываю. Я предпочитаю всё-таки вот это вот всё, что на моём лице, да, вот всю вот эту косметику. Косметику я вечером сегодня сначала смою с помощью биодермы, а вот уже остатки, которые не смогла удалить биодерма, в тот момент, когда я пойду в душ, я уже смою с помощью вот этого вот замечательного умывания от Ивлом. Соответственно, я не буду использовать муслиновую салфетку, да, поэтому она вот у меня до сих пор запакованная. Я данный клинсер, как я уже сказала, нанесу на пальчики, распределю между и 3-4 минутки буду массировать своё лицо собственными ручками и потом уже превращу всё это в такую вот мыльную пену с помощью воды и смою. Клинсер действительно потрясающий, мне очень нравится, как он работает. Я его не использую каждый вечер, я его использую только в те дни, когда я наношу обильный макияж. Как я уже сказала, сначала я снимаю макияж биодермой и остатки я убираю с помощью этого средства от Ивлом. Оно оставляет очень-очень приятное ощущение на коже, никакого аспекта стянутости, никакого пересушивания. Даже вот за те 3-4 минуты, которые средства находятся на коже, происходит эффект маски, такой питательной маски. Кожа действительно чувствует и выглядит после данного средства очень-очень хорошо. При покупке данного средства мне дали аналогичное средство, где у нас, соответственно, есть маленькая муслиновая салфеточка. Это мини-версия данного средства. И здесь у меня 5 мл этого же самого средства от Ивлом и маленькая муслиновая салфеточка для того, чтобы я могла попробовать это средство и использовать его в поездке. Собственно, оно у меня ещё пока не использовано. Оно будет ждать поездки, в которой я его с удовольствием использую, в которой я его возьму для того, чтобы не возить мне полноразмерный продукт. И также мне дали вот такое вот ещё одно средство от марки Ивлом, тоже в виде тестера, в виде 5 мл. Это уже просто очищение от марки Ивлом. Это уже Morning Time Cleanser. То есть это уже средство не для снятия макияжа, а это непосредственно утреннее очищение для вашей кожи лица. Также я, честно говоря, пока что его не пробовала, жду поездки и жду подходящего момента. Наслышано много-много всего хорошего об этом средстве. И думаю, что оно меня тоже приятно удивит. Бьюти-блогеры поют ему дифферамбы и валят это средство. Говорят, что оно чуть ли не лучше самого основного средства от Ивлом для снятия макияжа, что прям вот этот вот клинсер супер-супер-супер. Попробую, я обязательно вам расскажу. Следующий продукт и следующая марка, о которой бы мне вам хотелось рассказать, это марка Rodeal. Я ее также привезла из Америки. В марке Rodeal у меня есть вот такой вот тоник для лица. Dragon's Blood Chaluronic Tonic. Вот в такой вот бутылочке. Он объемом 100 мл. С вот таким вот, соответственно, носиком дозатором. Я вам рассказывала, что на данный момент моим абсолютным любимчиком является Clarifying Toner от марки Dr. Howshka. Так вот, тот тоник, он все-таки немножечко подсушивает. И его я предпочитаю использовать по утрам. А вот по вечерам, все последнее время, после того, как у меня появился вот этот вот тоник от марки Rodeal, я использую его. Как вы видите, уже вот больше, чем половина бутылочки у меня израсходовано. И это такой вот очень мягкий, максимум увлажняющий тоник с гиалуроновой кислотой. И его я, как правило, использую по вечерам, после тщательного очищения моей кожи от всего дневного загрязнения и от макияжа. Я обильно наношу данный тоник на свое лицо, на зону шеи, на зону декольте, даю ему несколько минут впитаться. И уже потом наношу на него свой вечерний уход за кожей лица, все дальнейшие продукты, которые я обычно использую. Тоник, правда, очень-очень нравится. Он явился для меня таким большим приятным сюрпризом. А маркер-отдел я знала, но конкретно по этому тонику я, как таковых отзывов до его покупки, не читала. Купила его на свой страх-риск. И, правда, скажу, что очень-очень им довольна. Он действительно очень классно увлажняет кожу, удерживает в ней влагу и ни в коем случае не пересушивает. Ни в коем случае не провоцирует никакую дополнительную жирность. А вот он вот идеально для моей комбинированной кожи. Данный тоник мне подошел просто вот отлично. И, честно говоря, если у меня будет возможность, я с удовольствием данный тоник еще раз для себя повторю. Он мне очень-очень понравился. И вот из всех тоников, которые я пробовала, этот пока твердо стоит на втором месте после тоника от марки Доктор Хаушка. А также я взяла попробовать, также от марки Роди, это Dragon's Blood Eye Mask. Это вот такие вот патчи под глаза. Их я тоже пока что не использовала. Я взяла одну упаковочку. Они также с гиалуроновой кислотой. Они подтягивают, тонизируют кожу глаз, убирают излишнюю припухлость. Наносятся они на 20-30 минут и работают под вашими глазками. Я думаю, что с удовольствием использую данные патчи в одном из своих авиаперелетов или в какой-нибудь экспресс-быстрой подготовке к какому-нибудь мероприятию. И тоже обязательно вам об них расскажу.